Мы на сцене поем, у нас в руках микрофон. Капитан очевидность. Самая любимая, не команда играет. День города Артема был насыщен яркими мероприятиями, однако одним из самых запоминающихся событий стал пятый юбилейный открытый розыгрыш Кубка КВН на призы главы Артемовского городского округа. Если вы выиграете Кубок? В смысле, если? Я позвоню, и он нам поможет выиграть Кубок. Странно, Михаил Довардович не отвечает. Может, надо было Вячеславу Васильевичу звонить? Да нет, Вячеславу Васильевичу больше в этом городе ничего не решает. Мы все занимаемся КВНом различное количество времени. Мы играли в разных командах, на самом деле. Но в таком составе мы выступаем первый раз, и это очень необычно, потому что мы все из разных команд, у нас у всех разный стиль. Но решили попробовать себя вот именно на Кубке Артемов. Мы знали, что мы могли лучше, но для нас, для любого настоящего КВНщика, самое главное, это, наверное, если можно так выразиться, кайфануть на сцене. Девушки признались, что у них было мало времени на подготовку выступления, поэтому оно, по их мнению, получилось неидеальным. Однако на соревновании были такие опытные участники, которым, казалось бы, и репетиции не нужны. Какое у вас вообще образование? Первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс. Все понятно. Надо дослушать. Четвертый класс, первая четверть, вторая четверть. Да какой вы депутат? Я видела, как вы вчера на базаре овощи продавали. И что, продала? Нет. Если овощи не продала, значит и Россию. Мы сегодня вторыми выступали, нас поставили вторыми. Мы обрадовались ужасно. Мы весь материал специально строили, именно вот, чтобы выступать вторыми. Да, было ужасно весело. Достаточно давно мы не были на этой сцене, почти год. Праздник День города – это замечательный повод, чтобы собраться всеми жителями. Есть момент, который всех объединяет. Любите свой город, ведь он самый прекрасный и самый богатый. Сын, а ну-ка, иди сюда. Сын, а ну-ка. Сына. Сын, сын, сын. Сын, сын, сын. Ты издевайся, иди сюда. На розыгрыш Кубка главы в Артем приехали команды из Владивостока, Находки, Спаска Дальнего, Фокина. А Артемовский городской округ представляли четыре команды. Кубок победителя пятого юбилейного розыгрыша КВН получила артемовская команда сборная педагогов. Также в качестве приза им достался ноутбук. Подготовка была, ну, по три-четыре часа в день мы тратили, наверное, на то, чтобы оставить одну шутку. Много было недопомниманий, но в итоге мы же команда, мы друг друга поняли, сплочились и сделали то, что сделали сегодня. Но были большие сомнения, потому что в том году мы тоже брали первое место. И в этом году на это не надеялись. Мы собираемся участвовать во всех Кубках, куда нас пустят, куда возьмут, если это будет не во вред нашей основной работе. Ну что, Иван, опять два? А вы уверены? Ну что, да конечно. Татьяна Николаевна, да. А вот мой папка сказал, если еще одна двойка, то кто-то получит по заднице. И ты думаешь, что про меня? А что, про меня? Я в доме, я в доме, я в доме, я в доме. В номинации за лучшую шутку жюри наградила команду из Фокина «Не команда». Лауреатами третьей степени стала сборная находки. Лауреатами второй степени – Артемовская команда «Мадонна». А звание лауреата в первой степени досталось команде школы номер 35 города Артема 7 на 5. Специальный приз – музыкальный центр от депутата Государственной думы Владимира Новикова – достался команде из города Спаск-Дальний «Тут вам не там». Все остальные участники также были награждены грамотами от главы города. Александра Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости.